Что касается вообще территории этого парка, то это такая уникальная часть, ни в одном городе не осталось таких федеральных земель, где можно сделать крупный красивый парк. Это место такое хорошее с точки зрения географии, вокруг очень много жилых комплексов, людям нужен свежий воздух. Сегодняшний день ситуация в Воронеже напряженная. Дело в том, что мы приняли генплан, но приняли, не приняли, но теперь уже существует генплан, в котором планировалось увеличение численности населения к 1941 году на 350 тысяч. Но если мы откроем Росстат и увидим, насколько сейчас население в Воронеже не только не увеличивается, а уменьшается, то есть я считаю, что генплан был заранее неправильно спланирован. Не было нужного технического задания, потому что тот генплан, строительство только жилых комплексов и больше ничего, никаких там социальных узлов, он нас не удовлетворяет как активистов. Поэтому на сегодняшний день нужны школы строить, я согласен. Но вот есть еще мнение людей, что такая школа, которая будет сдаваться на 2800 человек, она не только в нашей пандемии, в будущем все случилось. Она и опасна, и с точки зрения пожарной безопасности сделать безопасность наших детей, это вообще в принципе невозможно. Поэтому предлагается построить три школы, одну построить школу ближе туда к Шишково, вторую школу, уже раз это место занято уже теперь, построить здесь и заменить 20-ю школу. В 20-й школе вообще очень тяжелая ситуация, которая находится 2,5 километра отсюда. Но проект уже есть, и уже в нем вряд ли к нему несут изменения. Надо мне заноситься. Это вообще не школа, а это будет едино. Проводить с учителя, выйти к школе, подойти и скажите мне, вы знаете, что в школе 2800 человек будет? И что вам любые учиты скажут? Это просто невозможно, это кошмар. Если вы, ну просто у меня специфика такая, моя супруга, отработала всю жизнь в школе. Она знает, и я знаю, прекрасно, что такое большая школа. Она работала в школе где 1500 человек, а на самом деле училась больше. И это просто дудом. Человек приходит в большую головную боль, потому что такое количество шума, и порядка нету большой шкуры. Я не знаю, как можно навести. Поэтому надо добиваться. Будет ли об этом... Еще не все. Но у нас все, у нас уже. Нет, нет, давайте скажем пару слов. Давайте просто не будем ходить в проекты, в застройки. Вот по факту, что с садом? С садом? Здесь самая тяжелая ситуация, что на этот 52 гектара не было сделано никаких общественных слушаний. У нас есть национальный проект, который курирует как раз Мутко Варентин Леонтьевич, в котором четкие есть пункты. Пункты в том, что на 30% увеличить взаимодействие с гражданами-общественниками. То есть с нами, с гражданами. То есть любой из проектов должен был обсудиться. С нами не обсудилось ни разу. То есть собрались два губернатора, рез-губернатора, действующий губернатор и представители компании Дом РОФ, Дом РФ. И своим волевым решением отвели эту зону под застройку. Миллион квадратных метров застроить здесь, где и так не хватает нам чистого воздуха. Здесь вот, если у нас квартал находится, ботанический сад, там подсчитано, что всего один квадратный метр на жилое земледелье, на человека. То есть там уже огромное нарушение в 16 раз, то здесь вообще будет тогда сплошное нарушение. Поэтому мы против, чтобы здесь вообще что-то строилось. Кроме социального, не социального, чтобы... Реклянцовый зон. Да, да. Ну и как бы... Какая самая главная мечта у меня, просто я активно занимаюсь с крупками и всем, да? Что мы видим, что у нас есть пара Динамо, пара уже снимательных, да? Спасибо. Можете рассказывать за кадром, да, оставьте. Потому что у нас уже все... Ну, просто сейчас в Воронеже одна из проблем, ну, вы снимите, потому что, может быть, это важно. Не снимите, а там услышите. Одна из важных проблем, потому что петицию я делаю, будет петиция в РОФ. Так, мы уедем здесь.